Делегация из КФУ посетила выставку из Казахстана Великая степь истории и культура В Казанском университете состоялась конференция ГМДФ Посвященная разработке компьютерных и мобильных игр Подготовка к тотальному диктанту в Казанском университете В Казани проходит эксклюзивный национальный проект «Сшествие золотого человека» В рамках него в зале «Манеж» в музее-заповеднике «Казанский Кремль» 15 марта открылась выставка «Великая степь. История и культура» Культурный обмен между Татарстаном и Казахстаном происходит регулярно А для Казанского университета Казахстан является еще и знаковым партнером в научно-образовательной сфере Выставку посетило руководство КФУ во главе с ректором университета Ильшатом Гафуровым А все подробности в следующем сюжете 5 апреля ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и руководство КФУ Посетили выставку из Казахстана «Великая степь. История и культура» В выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля Выставка проходит в рамках международного проекта «Сшествие золотого человека» по музеям мира Старт этому проекту дали еще в прошлом году И за это время выставка посетила уже шесть государств Беларусь, Китай, Азербайджан, Польшу, Южную Корею и Россию Внимание руководство Казанского университета приковал к себе символ Республики Казахстан «Золотой человек» Уникальная археологическая находка, обнаруженная в Кургане и Сык в окрестностях Алматы Многие части костюма «Золотого человека» стали символами Казахстана, в том числе на государственном уровне Бесценную находку окрестили казахским Тутанхамоном и признали открытием века Делегации КФУ представили 127 предметов декоративно-прикладного искусства из коллекции Национального музея Казахстана Для Казанского федерального университета Республика Казахстан является партнером в научно-образовательной сфере Представители КФУ и различных исследовательских центров Казахстана совместно работают над реализацией целого ряда научных проектов в области истории и культуры Кроме того, недавно на базе вуза начал свою работу Институт исследований Центральной Азии А количество студентов из Казахстана, обучающихся в КФУ, растет год от года Выставка «Великая степь. История и культура» будет доступна для жителей и гостей Казани до 15 апреля Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюс Игровая индустрия с каждым годом развивается все быстрее Растущее поколение игроков хочет само приложить рук к созданию того, что им интересно Именно для поиска таких людей организуются мероприятия с участием ведущих игровых компаний Одно из таких прошло и в КФУ. Подробнее в следующем сюжете В Казанском федеральном университете была организована конференция «Геймдев» Мероприятие, посвященное разработке компьютерных и мобильных игр Организовано Высшей школой информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Совместно с сообществом «Луа-ин-Москл» Наша задача – развивать рынок специалистов в Казани Это хорошо и для нас, это хорошо для Казани И это очень хорошо для специалистов из Казани Очень хороший рынок, очень много специалистов нам помогает в работе Мы очень довольны В рамках конференции выступили представители компаний-разработчиков игр В том числе и компании Wargaming.net Известные по таким популярным играм, как World of Tanks, World of Warships и многим другим Подобные мероприятия – это не только лекции от лиц, участвующих в создании таких продуктов Но и возможность выстроить связи с ведущими игровыми компаниями У нас есть специальные программы по такому очень интенсивному полурабочему обучению студентов Таких даже не то что старших курсов, а средне старших курсов И в принципе ребята стараются, это в разных совершенно областях Это где-то там про геймдизайн, где-то про арты, где-то про девопс, где-то там про все что угодно У нас в принципе по всем фронтам есть такое направление Wargaming Forge Соответственно, где молодые таланты вполне могут найти себя Спикеры выступили на различные темы, связанные с игровой индустрией Они рассказали о создании образа персонажей, о своем опыте в компаниях и самостоятельных разработках Продвижении продукта и так далее Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз Научная работа доцента Елабужского института КФУ Альбины Горевзиановой Вызвала интерес у Британской ассоциации славянских и восточноевропейских исследований Подробности далее Интерес к социологическим исследованиям российских ученых порой простирается далеко за пределы нашей страны Опытом такого международного взаимодействия поделилась преподаватель Елабужского института КФУ Альбина Горевзианова Чья научная работа попала в сферу интересов Британской ассоциации славянских и восточноевропейских исследований Ассоциация занимается исследованием социальных, исторических и политических процессов на территории России и стран Восточной Европы Очередной научно-практический семинар под названием Russian Readings прошел на базе Оксфордского университета Ученые из разных стран представляли свои исследования, посвященные жизни заключенных, условиям их содержания, вопросам соблюдения прав человека и общим тенденциям, присущим уголовно-исправительной системе России и стран бывшего СССР Это же не только люди, которые сидят в тюрьме и уже там справедливо или несправедливо это второй вопрос, да, но в любом случае они остаются людьми и защита прав людей остается актуальной там внутри колонии, вне колонии И главная такая философская мысль всей этой встречи это то, что система наказания в любой стране, в том числе и в России, она отражает все реалии общества Выступление на конференции в стенах Оксфордского университета это не только серьезный шаг в научной карьере, но и возможность обогатить свой личный кругозор и принять опыт и традиции одного из старейших вузов мира Потому что когда тебе 20 лет и когда у тебя хороший английский, ты можешь в буквальном смысле все Ты можешь учиться в Оксфорде, ты можешь быть частью интернациональной команды исследователей Ты можешь не просто, не знаю, учить язык, потому что знать язык это минимум, то есть это уровень такой начинающего А вот знать язык и писать PHD, допустим, на английском, будучи, например, имея историческое или филологическое образование В этом нет ничего невозможного, общаясь с коллегами, с молодыми девушками, которые вот еще в процессе, они пишут свои диссертации Они рассказывают свою биографию, я понимаю, что ничего невозможного нет Валерия Муратова, Айдар Нурмеев, Камиля Юрикова, Универ Ньюс 1 марта в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального Университета Начали свою работу курсы «Русские по пятницам» Цель данных курсов является подготовка к тотальному диктанту 2019 года А подробнее в нашем следующем сюжете В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального Университета Возобновились курсы «Русские по пятницам» на которых доценты кафедры русского языка и прикладной лингвистики помогают гражданам в подготовке к написанию тотального диктанта, который будет проходить 13 апреля. На наши занятия «Русский по пятницам» приходят люди разных возрастов, разных категорий. Среди наших слушателей есть и люди старшего поколения, есть и молодые люди, и студенты, и школьники, и работающие, люди разных профессий, ходят с большим интересом. Меньше 30-35 человек у нас не бывает на курсах. В этом году преподаватели обращают особое внимание на индивидуальный стиль автора-диктанта, которым стал Павел Басинский. В качестве текстов-мини-диктантов для обработки сложных правил берутся отрывки из его произведений. Материалы для каждого занятия присылаются нашим преподавателям. Там есть презентация, там есть диктант, там есть комментарии к этому диктанту, к стилистическим, языковым, орфографическим, пунктуационным особенностям. Все это отрабатывается. И когда 13 апреля человек придет писать диктант, после наших курсов он уже будет все-таки подготовлен, он уже будет чувствовать хорошо стиль писателя. Курсы «Русский язык по пятницам» будут продолжаться вплоть до 13 апреля в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Вход в здание только по документам, удостоверяющим личность. Все желающие могут заранее зарегистрироваться на сайте «Тотальный диктант» и по зарегистрированным спискам в пятницу в 6 часов вечера они приходят и занятия ведут наши преподаватели, преподаватели кафедры русского языка и методики его преподавания. Это было все самое вкусное и интересное, и мы увидимся в следующих выпусках. Пока!